Друзья, всем привет! Сегодняшняя тема микросервисы. На этот раз поговорим про коммуникации. Это видео вступление к большому количеству видеороликов, которые будут на эту тему. Перед тем, как начать, я хочу озвучить некоторые концепции. В конце спрошу вашего совета о том, в какую сторону дальше двигаться, что вас больше интересует. И прошу вас с помощью. Итак, давайте приступим. Итак, снова здрасте. Это микросервисы. Это слово уже очень часто на слуху. Все про него говорят. Хотя это всего лишь на всего некоторый подход в разработке. Хотя это и раньше было, просто мы про это не говорили. Тем не менее, микросервисы не есть. И если говорить про микросервисы, то существует такое понятие, как коммуникация между ними. И они, собственно говоря, бывают разных типов. Первый тип это frontend client communication и service to service communication. В общем, мы остановимся, конечно, на втором типе. Но давайте про первый. То есть клиентом может быть любое приложение. Клиентским я называю любое приложение, в котором пользователь смотрит глазками. И, в общем-то, имеет какое-то UI, то есть отображение. Это может быть и SPA приложение. Это может быть, собственно говоря, и Windows Form приложение. И MVC. И, допустим, и WinDAPF приложение. И даже консольное приложение. Тоже своего рода клиентское. Потому что, если оно может отправлять запросы на backend API, собственно говоря, оно является клиентским. Ну, в общем, здесь, как бы, такой частный случай, да, клиент-сервер запросы между ними, request, response, ничего, собственно говоря, нового, сложного. Поэтому мы особо про это распространяться не будем. Единственное, что хотел бы сказать, что клиентские приложения могут из одного места отправлять в разные сервисы. То есть, да, в разные сервисы могут отправляться запросы. А может быть, отправляться в один прокси-сервис, который уже сам будет отправлять запросы в другие сервера. В другие backend. Ну, и, в общем, раз мы будем говорить про Service to Service Communication, и это видео, это видео вступительное, этот плейлист будет посвящен к Service to Service Communication, я бы хотел немножечко остановиться на том, какие они есть и какие чаще используются. И, в общем, как вы видите, это куча микросервисов, связанных между собой. К Service to Service Communication бывают нескольких типов. Но, на самом деле, протоколы бывают разные для обмена их. Ну, и первое это REST запросы. Дальше такое понятие, как Message Queue, то есть очередь сообщений. И есть еще и GRPC. Если говорить про первые REST запросы, то это, на самом деле, сам распространенный вид общения микросервисов между собой. И, в общем-то, самый известный. И ничего в нем сложного нет. Все уже давным-давно знают. Даже тестировщики у нас его знают практически наизусть. Идеальная штука для быстрого написания запроса, получения ответа. Но, в общем-то, есть у него, конечно, и минусы. Если, в общем-то, в процессе запроса у вас случилось какое-то падение сервиса, или недоступен сервис был, на который вы отправляли данные, то, в общем-то, он их, естественно, не получит. Вы получите not found exception, ну, или что-то типа этого. И вам для того, чтобы снова передать данные, нужно снова делать запрос. В общем-то, в этом-то, собственно говоря, и минус. Особенно этот минус усиливается, если вам нужно выполнить несколько сервисов, несколько запросов на несколько сервисов последовательно. Тогда обработать критическую ситуацию, то есть какой-то exception, вам будет в разы сложнее. Без хорошей системы логирования это сделать практически невозможно. В общем-то, есть альтернатива этому подходу, и для этого нужно использовать message queue, то есть очередь сообщений. Принцип такой. Есть какой-то сервер в сети, который получает все сообщения и доставляет их получателям. Если сервис недоступен в этот момент, он хранит это сообщение до тех пор, пока сервис не проснется, а не появится в сети, и как только он появился, сразу скидывает ему все сообщения. Ну, там, на самом деле, разные варианты скидывает все, или по очереди, или балансирует их, неважно. То есть просто отдает сообщение, доставляет его до места. И этот тип называется message queue через сообщений. Он реализуется, собственно говоря, разными инструментами. Есть платные, есть бесплатные, например, RabbitMQ, он бесплатный. Есть Azure Service Bus, есть Amazon Simple Queue сервис, ну и так далее. На самом деле, их очень много. Есть быстрые, есть не очень, есть платные, есть бесплатные. Я уже про это говорил. Мы будем говорить про RabbitMQ. Я постараюсь показать примеры взаимодействия на именно вот этом сервере, на вот этом сервисе обмена сообщений. И это будет в будущем. В общем-то, есть еще один формат, который называется GRPC. Как я уже говорил в одном из видео, это Google Remote Procedure Call. То есть, Remote Procedure Call – это такой низкоуровневый вызов. И обмениваются они баннеридатой, ну, то есть, обыкновенными байтами. Этот протокол построен по принципу Protocol First. То есть, сначала вы определяете definition, то есть, как это по-русски-то будет. Сначала вы определяете протокол общения данных, а потом реализуете. Он может реализован на разных языках, под разные платформы. На самом деле, очень гибкая штука с одной стороны. Ну, и, собственно говоря, от того, что он использует протокол БАФ, так называемый стандарт протокол, то, в общем-то, надо понимать, что вот эта вот гибкость, она есть некоторые моменты там, ну, в общем, он накладывает на себя. Я не знаю, получится показать пример его использования. На самом деле, для того, чтобы... У него есть небольшой минус, или это, наверное, плюс. Вот этот gRPC, он может работать только в секьюрной сети, то есть, через HTTPS. В общем, если бы тебе получится у меня поднять эту сетку, я наверняка тоже покажу, как это работает. Но сами разработчики, на самом деле, ну, в общем, рекомендуют использовать его в редких случаях. Ну, не знаю, вот просто вот они так сказали, что если есть возможность не использовать, не используйте. То есть, тоже, да, все хорошо в меру, и с умом, в любое, в принципе, море по колено. Ну, и, в общем, я хотел бы начать серию видео на базе РЕС-запросов. И для того, чтобы мне начать вам что-то показывать, а мне очень хочется это сделать, мне нужно сначала придумать предмет, да, для изучения. То есть, нам нужно придумать не одно приложение, там, не простой элементарный Identity Service, или там, модуль 1, модуль 2, модуль 3, да, а какое-то вот реальное, да, чтобы было реальное приложение, какую-то систему, да, которая бы могла, ну, во-первых, возможно, в будущем даже использоваться кем-то, да, если вдруг не получится создать какое-то готовое приложение, ну, как минимум, демо или для старта, да, какой-то набор приложений, вот эту вот микросервисную архитектуру поднять вместе с вами, с вашими советами, с комментариями, может быть, даже участием, выложить это все, допустим, в гид хаб и поучаствовать совместно в разработке, в том числе с обучением, с комментариями, с вопросами, допустим, с вебинарами, если хотите. В общем, мне было бы очень большая помощь от вас, если бы вы мне посоветовали, какие, собственно говоря, сервисы должны быть в этой вот системе, да. На вскидку я вот придумал такие вот названия, ну, чтобы вам было понятнее, о чем идет речь, я вас очень прошу, в комментариях, пожалуйста, отпишитесь, какие сервисы вы бы хотели видеть вот в этой системе, на примере которой я буду показывать. И это будет реальный код из реально работающего приложения, я буду просто его проецировать в это приложение, выложу в гид хаб, все это будет общедоступно, и, в общем-то, если какой-то часто самоиспользуемый сервис вы назовете в комментариях, то я их возьму за основу, и на базе них будем строить вот эту микросервисную архитектуру, взаимодействие между ними, всякие фишечки, может быть, какие-то, фичи. Ну, в общем, я жду от вас предложений. На этом, наверное, все, я прощаюсь с вами, всего доброго и до свидания!